Начался осенний призыв. Как обстоят дела с призывниками в Воткинске, узнавала наша съемочная группа. Есть такое слово «надо». А я тогда присягу принимать не буду. Эх, дружок, молод ты. Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя. Под призыв попали юноши от 1990 до 1999 года рождения. В этом году норма призыва для Воткинска, Воткинского и Шарканского районов составляет около 160 человек. Из них около 80 человек нужно будет отправить с города Воткинска. Около 40 с Воткинского района и более 30 с Шарканского района. Основная масса у нас ребят будет проходить службу в сухопутных войсках. Злание вам помогаете юртилами? Есть. Некоторые молодые люди идут служить сразу после школы, а есть и такие, кто после окончания института хочет отдать долг родине. Какие войска? Абсолютно любые. Непринципиально мне какие войска идти. А вообще потом готовы остаться на контакте? Возможно, я собираюсь ходить посмотреть, что это такое, что из себя представляет военная служба. Видишь себя в будущем военного? Возможно. В армию можно брать мобильный телефон и пользоваться им в определенное время. В увольнении можно ходить в гражданской одежде. Солдатам-срочникам положен тихий час для отдыха в дневное время. При выборе в военной части для службы отдается предпочтение частям в вашем родном регионе, так что вы сможете бывать дома в увольнениях. Ведется отбор в научные роты для призывников с высшим образованием, занимающихся научной работой. Можно на выбор отслужить один год по призыву или два года по контракту. В основном ребята хотят служить, но есть единицы такие, кто отказывается получать повестки или специально прячутся. И помните, для хороших людей армия родная мать, а для плохих – теща. Существует три самых главных ошибки уклонистов. Первая – расписаться в повестке и потом не явиться. Вторая – попытаться купить военный билет. Третья – заявить об отсрочке по состоянию здоровья в последний момент. Помните, что уклонение от воинской службы – это уголовно наказуемое деяние. Елизавета Парамонова, Виктория Матанцева, Валерий Колдомов в Воткинске.